Михаил Щукин – писатель, известный циклом художественных книг, посвященных Сибири. На этот раз Михаил Щукин выпустил, можно сказать, документальную книгу о первой гимназии Новониколаевска. Называется она «Белый фартук, белый бант». Этому предшествовала колоссальная работа с архивами. О самых интересных моментах гость рассказывает в нашем интервью. Сам Михаил Щукин родился в Сузунском районе. Любовь к родному краю у него с детства. Свою литературную карьеру начинал со страниц газет. Сегодня Михаил Щукин – автор более десятка книг, член Союза писателей России. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях писатель Михаил Щукин. Здравствуйте! Мы вас поздравляем очень сильно и нас тоже поздравляем, потому что в свет вышла ваша новая книга «Белый фартук, белый бант». Да. И, кстати, на этой неделе, да, уже в конце этой недели появится она и в магазинах книжных. Все верно? Все верно. Здравствуйте! Большое спасибо за поздравление. Я думаю, что для меня это действительно событие очень большое. Книга родилась, если так говорить, честно, откровенно, как на духу признаться, я ее, во-первых, не задумывал. Родилась совершенно внезапно, неожиданно. И самое интересное, все книги, которые до этого были мной написаны, я их все писал, делал один сам, в единственном числе. А тут получилось так, что еще и городское сообщество, употребим такое слово, казенное, помогало в создании этой книги. Поясняю. Ровно год назад в нашем Новосибирском городском архиве состоялось событие. Родственники передавали архив Ивана Федоровича Цыплакова, известного нашего краеведа, к сожалению, уже ушедшего из жизни. Родственники передавали в архив. Я на этом мероприятии присутствовал, и ко мне подошли две сотрудницы нашего Новосибирского городского архива, Наталья Геннадьевна Скорнякова и Надежда Федоровна Дунай. И так ненавязчиво спросили, Михаил Николаевич, вот у нас здесь буквально некоторое время назад мы архивировали, архив, то есть сделали все, как положено по всем архивным правилам, архив первой новониколаевской женской гимназии. На следующий день я уже сидел в архиве, и когда открыл эти папки, вот, меня уже не волновало то, что творится за стенами городского архива, никакие городские новости, они политические. Я жил в той жизни, в том времени, в начале 20 века, и слышал, как весело, празднично, радостно смеются новониколаевские гимназистки. Кстати, наверняка очень много интересного для себя нашли, то, чего раньше совершенно не знали, даже не подозревали. Расскажите о каких-нибудь самых интересных фактах, которые удалось узнать благодаря тому же архиву. Ну вот, во-первых, что меня поразило, гимназия госпожи Смирнова была очень демократичной, очень демократичной. Здесь учились дети городской верхушки, скажем так, очень богатых новониколаевцев. Потому что обучение дорого, да? Да, обучение было платным. Это были дочери Федора Даниловича Маштакова, Луканина, Когана. Это люди, скажем так, ну, переведем на современный язык, местные олигархи. И рядом с ними, рядом с ними учились девочки из Коченева, из Каинска, нынешней Куйбышев, Новосибирской области, из Болотова, из Верхъерминии. А как так получилось, что, вроде же, сами говорите, дорого стоило обучение? Дорого стоило. Павла Алексеевна шла на всяческие ухищрения, чтобы талантливых девочек принять в гимназию. И тогда было такое выражение «плата за право учения». То есть, имел право учиться, для этого нужно внести плату. Проводили благотворительные вечера. Сбор от этих вечеров шел вот на эту оплату. Собирался пописчительский совет и решал, кому конкретно, какой девочке заплатить в этом году за обучение. А в этих вечерах, что происходило на этих вечерах? На этих вечерах они музицировали, читали стихи, пели. И более того, были очень серьезные вещи. Допустим, было совместно с реалистами гимназистской женской гимназии поставили картины. Она так называлась в программе. Картины, оперы, жизнь за царя. В трехсотлетию дома Романовых. Давайте подробнее поговорим о жизни и бытие новосибирских гимназисток. А пока ненадолго прервемся. Я напомню, что сегодня у нас в гостях сибирский писатель Михаил Щукин. На днях в свет вышла новая книга сибирского писателя Михаила Щукина «Белый фартук, белый бант». Она рассказывает, как жили гимназистки Новониколаевская. Сам автор говорит, с удовольствием бы оказался в нашем городе в годы его основания. Историю он любит с детства. После окончания восьми классов школы пошел учиться в книготорговую технику. Потом работал в районной газете «Сузуна». Именно там появились его первые рассказы. А мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях писатель Михаил Щукин. Мы уже сказали о том, что вышла в свет книжка «Белый фартук, белый бант». И она первая для вас, я так понимаю, именно документальная. Да? Да, строго документальная. И я думаю, что вот документы, которые я цитирую, я их специально не подбирал. Ни по какому признаку, была ли жизнь раньше лучше или хуже. Я их подбирал по принципу читательского интереса. Своего собственного интереса сначала. Ну и, надеюсь, читательского. И эти документы убеждают, что жизнь, жизнь, она не была розовой в то время. Она была реальной жизнью. А я напомню, что речь идет о начале как раз тысячи лет. Да, начале 20-го века. Начало 20-го века. Она была реальной жизнью. И в ней было все. И поэтому, наверное, в какой-то степени сравнивать сегодняшний день с тем. Это есть непродуктивно. У каждого времени свои законы, свои нравы, свои обычаи. Что же касается тех нравов и обычаев, которые были. Я вам приведу два примера. Давайте. Первый. Местная газета публикует. Полицейским чиновником господином Курницким был арестован каинский мещанин Герш Израилес, который украл из камеры мирового судьи седьмого участка шаль, принадлежавшую крестьянке Ирине Сидоровой, которая находилась в то время на допросе. Какая ловкость, представляете, у мирового судьи. Второе объявление. От господина НП Литвинова. Вчера или позавчера, седьмого или восьмого января, в магазин пришел мальчик и попросил пиротинный ножик. Подали просимое. Он выложил на привалок 28 копеек. Оказалось, что этих денег не хватает. Тогда он сказал, что за остальные деньги сейчас принесет, ушел, не взявший ни ножа, ни денег. Прошу родителей получить оставленное. Владелец магазина НП Литвина. Какая честность. Я вам привел два этих примера. Понимаете, то есть жизнь, она вот такая и была. С одной стороны, ничего не поменялось. Шали и сейчас воруют, на самом деле. У меня своровали шаль недавно. Реально, реально, если смотреть. И она состоит из таких вот деталей. И еще, я же еще, как бы, кроме повествования о первой Новониколаевской женской гимназии, там вставил такие вставные главы, которые называются «А город жил». Это такие заметки какие-то, где-то с юмором. Я это все добыл из Новониколаевских газет. То есть я прочитал и Новониколаевский. А какие были газеты Новониколаевска? Новониколаевская газета, ну, допустим, «Обская жизнь». Их несколько было. Вот. «Алтайское дело». Внешне они, например, открываешь первую страницу. Первая страница занимала, как правило, реклама. Двигатель торговли тогда было. Все занято рекламой. На второй странице там из Государственной Думы были какие-то сообщения. Сообщения, да, сообщения. И хроника местной жизни. Михаил Николаевич, ну вот у меня такое впечатление, что вы бы с удовольствием в те времена пожили. Вот кем бы были тогда там? Как-то уже мне этот вопрос задавали, я бы, наверное... Трезвым и с рекомендацией. Я бы, наверное, был учителем. Мне очень нравится это все. Если бы это возможно было, то есть включить машину времени и перенестись, я бы хотел поработать в тех условиях, в тех школах. Почему? Добавлю один момент. Вы знаете, я был поражен, когда прочитал темы сочинений, навольные темы, как описали раньше, навольные темы, темы сочинений. И вот для старших гимназистов в Российской империи были следующие темы. Жизнь как путешествие. Слово, как источник счастья. Почему материальное благополучие не дарует человеку полного счастья? И это целый список. И они размышляли на эти темы. А сейчас только как я провел лето. Как я провел лето. Стандартная тема. Что ж, мы будем с нетерпением ждать уже следующей вашей книжки. Поэтому давайте. Будем стараться. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях был писатель Михаил Щукин. Удачи!